да друзья мы с вами забыли что да мы забыли что в инстаграме эфир час до и отвалились ну вот поэтому может быть еще продолжим давайте если еще вы с нами то сейчас я спрошу какую людость с временем потому что эфир по моему получился шикарный всем машем ручкой так у люби есть время коллеги давайте мы с вами определимся в общем основную историю которую я хотел получить от люды ответы на мой взгляд мы получили в полной мере давайте определимся хотим ли мы продолжать эту историю потому что но я смотрю что у нас было 60 человек для меня это вообще какие-то нереальные цифры я не думал что такое количество людей с нами и останется давайте мы с вами решим будем ли мы еще слушать будем ли мы еще это слушать люду да но в принципе присоединяются люди да мы забыли про этот час забыли да продолжим 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 но значит да на чем остановилась сюда остались на том что если вы профессионал то что говорил с чем ты отличаешься чем привлекаешь да профессионализм то есть повторюсь назвался груздем полезает кузов и не ври себе следующий момент тоже по поводу цен у нас в принципе по одессе у нас сейчас не самые высокие цены был какой-то период когда они очень высокие были потом из-за того что ну мы как бы удерживаем то есть я поняла что но это неразумно постоянно там какой-то потолок такой держать то есть лучше я добавлю еще специалистов да сделаю градации по ценнику там усилю моих сильных и дам возможность развиваться начинающим ну и по такому мы пошли алгоритму и более того у нас будет интересные работы потому что если ты сильно цельник задираешь то ну как бы люди с проблемами не всегда могут тебе дойти а интересно что развиваться поэтому вот я пошла по такому пути по такой модели и ни какой процент ты повышаешь обычно цены а смотря какая цель то есть смотрите если в случае вот как летом было да то есть не было жестко прям вот обрезать чтобы человеку было больно ко мне ходить и он не ныл ну людмила выйдите примите вот не хочу такого вот поэтому повысил 25 процентов суммарно то есть допустим он то приходит ну например там у него с руками какие-то были проблемы мы решили этот вопрос и он теперь панически боится свои руки кому-то давать естественно и ноги он там ну давно у меня обслуживает я говорю окей то есть руки-ноги понимаете ты повысил здесь повысил здесь и у тебя суммарно плюс 25 процентов это больно вот ну и вот так вот это в моем случае было с августом есть и специалисты вот как я говорила ранее если я увижу что у нас прям заоблачные станут поставщики я пойму что я не смогу сыграть да допустим у тебя одноразовых масок на марлевые которые мы будем просто ну вот у каждого специалиста их будет там по шесть штук и каждый день он там будет себе готовить и менять прошу у нас посменно специалисты работают ну я тогда сэкономлю один раз потрачу но сэкономлю потом на этом ну вот буду играться с ценами но скорее всего что процентах 15 точно июль нам принесет опять же суммарно а может и больше не знаю но ты о повышении цен как за сколько объявляешь думаю что есть и все таки июль приплывет с повышением то однозначно за месяц мы объявим более того мы предложим клиентам какие-то варианты например купи абонемент в июне чтобы до конца года сохранить цену да они нам принесут денег может я смогу на эти деньги закупить себе столько перчаток и масок и шапок и так далее что я потом в перспективе действительно сэкономлю прямо до конца года то есть я с этими деньгами поиграюсь поэтому ну буду предлагать варианты людям и однозначно за месяц их предупреждать значит вопрос по поводу у тебя есть директор управляющий или собственно говоря ты пока что таковым являешься пока исполнительным я являюсь и в прошлом месяце исполнительный директор сработал хреново не дополучил 5000 гривен к зарплате а потому что тем кто собирается открыть свой бизнес скажу так и настоятельно рекомендую за все получать зарплату вот смотрите у меня бывает мы это называем шляпу отдел шляпу допустим ну знаете да повар его можно отличить по шляпе медика шляпа другая там железнодорожник третья вот мы тоже такой термин есть такой американский философ рон хаббард вот у него это терминологию повзаимствовали так вот когда я в шляпе специалиста я получаю 45 процентов от вала потому что так я работала во всех салонах как нанятый сотрудник то есть все мне салон покупал и я зарабатывала 45 процентов потому что я умею круто работать я умею круто продавать и переходить на другие условия ниже нет поэтому я как специалист получаю зарплату 45 процентов отвала все мои остальные специалисты получают 30 процентов но у них есть градация по ценам там топ у него выше цена у специалиста ниже чаевые естественно у девчонок у всех остаются ну и мы естественно стараемся чтобы человеку хотелось оставить чаевые мы все стараемся дальше это командная работа если у меня я работаю переодели шляпу работаю как исполнительный директор я тоже получаю зарплату и мой руководитель финансового отделения у него есть стабиль где он отмечает так иропенко отработала этот день как директор этот этот а вот этот день она была как методист и как методист она зарабатывает столько-то вот единственная сумма где я подвигаюсь это когда я работаю как методист вообще методиста мне невыгодно работать а там такая маленькая зарплата мне так не нравится Я не могу поднять. Поэтому, как методист, получаю другую сумму. Ну, вот так вот это работает. Поэтому, почему, когда владелец, у меня дивиденды. То есть у меня, ну, вот в Майорте отвратительные дивиденды. Еще и зарплаты мне не хватило, блин. Всем получили, кроме меня. Ну, то есть я получила всего лишь какую-то часть за вторые две недели марта. У нас каждые две недели расчет идет. Вот, поэтому директора готовлю. И надеюсь, что, ну, немножко сместятся наши сроки по планам. И я надеюсь, что все-таки она летом примет именно должность исполнительного директора. Ну, по крайней мере, я над этим работаю и очень хочу передать. Потому что я хочу стратегией заниматься. Не хочу оперативкой, я хочу стратегией. Вот. А где нашла директора? Взрастили. Взрастили. Да, то есть год назад прям вот, ну, я знала этого человека давно. Знаю семью эту, когда-то ее бабушка сработала с нами. Ну, только не в патологии, там, по другим направлениям. И я просто говорю так. Вот я знаю, Катерина, что бабушка там твоя рассказывала, что тебе там что-то хочется поменять. Вот у меня есть для тебя возможность развиваться. Ну, я спросила, что тебе не нравится, в той работе где ты находишься? Она говорит, ну, вот это, это, ну, нет развития, все там прям, ну, совсем трясина. Я говорю, супер, у меня есть возможность тебе дать развиться. Ты пока будешь на такой же зарплате, но зато ты очень много обучишься за этот год. И ты такого обучения нигде не найдешь. И она каждый день, вот, реально, она много выдерживает. Такая большая молодец, я очень ей горжусь. Не знаю, вот, если там, ну, мало ли, может, Катя тоже слушает этот эфир. Катерина Калараш такая у нас есть. И действительно, когда бывают такие удары, приходится ей выдерживать, и там и люлей от меня получать. А когда я в гневе, а я скорпион, и я страшна, я матюкаюсь. И сотрудникам говорю, что я о них думаю, иногда мало ли. Ты матюкаешься на идише? Нет, на могучем русском. И, естественно, у нее там скулы дрожат на плащ. Я потом такая, Катя, так, ты хочешь плакать мне? Вот это вот, ну, ты же понимаешь мое состояние? Она такая, ну, понимаю, ну, я же там старалась, я же не несу вам проблемы, я же дала решение. То есть такая большая молодец, и я рада, что она у меня есть. И вот, ну, очень хочу ее действительно вот взрастить до этого уровня. И надеюсь, и она от этого будет кайфовать тоже. Потому что это классно, на самом деле. Когда ты чуть-чуть учишься вот этим управленческим моментом, ты понимаешь, что ты как фокусник, у тебя это, от этой власти можно кайфовать. Ну, то есть вот я сейчас понимаю, что власть не та, как я все представляла, как у наших политиков, это другое. А эта власть, когда она созидает, это очень здорово. Хотя есть маты, да. Ну, без матов сложно просто. Закращает путь дохода информации до нужных центров в мозге. Да. Да. Вопросы, ты забыли, что ты пропустил? Или, вернее, я не вижу. Нет, вопросы, ты, то есть ты уже не работаешь как мастер. Или еще работаешь? Нет, ребята, вот сразу вам скажу, как специалист вам придется работать обязательно. Доведите этого, ну, там, до один раз в неделю, или, там, два раза по пять часов принимаю. Но вы обязательно должны быть в процессе, потому что пока вы будете вычищать ваши инструменты управленческие, администрирование, технологию вашу, у каждого из вас есть наверняка технология по предоставлению услуг. Вот Наташа Грач из Питера, вот я вижу, она тут там периодически что-то пишет, там, вот, спасибо за классный эфир и вам, Наталья, спасибо. Когда она к нам приезжала в Одессу в июне, так, Наташа, в прошлый год, в прошлый я уже забыла, неважно, я думала, боже мой, ну что, передо мной стоят две взрослых леди, которым по 50 лет, чему я их могу научить? Они еще мне чему-то научат. А потом я поняла, вот эти вот технологии, моменты, и чтобы не деградировали то, что вы создали, уникального, что привлекает к вам людей, клиентов, да, надо быть постоянно в теме и контролить это, и направлять. Не надо матюкаться всегда со своими сотрудниками, когда они там оставляют, ну, кучу мусора и срань, иногда приходится, конечно, но это методично, монотонно, как своему маленькому ребенку. Положи там, ну, вот как вы там, да, там, ложки или тарелки грязные, кладем в посудомойку. Ты поняла, Варвара? Да, мама. И ты говоришь раз в 50-й, и вот на 53-й Варвара положит в посудомойку, да. Да, точно таки, ну, с коллективом чуть быстрее, потому что я им говорю, ребят, ну, вы же не дети мои, да, я же не мама ваша, поэтому давайте как-то обмен будем, вы же деньги получаете вовремя, своевременно, в полном объеме, то почему я должна превратиться в собаку-цербера и бегать за вами? Ну, так не будет. То есть у нас нет никаких штрафов, но не позволяю, чтобы деградировало то, что я внедряю. Поэтому работать придется. Всегда? То есть ты не планируешь перестать быть мастером? Планирую, чуть попозже планирую. Ну, думаю, что к полтиннику точно перестану. Но пока мне 39, еще 11 работ. Печальненько, нифига себе, сколько там, сколько ты колпачков сотрешь? Ну, ребят, без этого никуда, и нас, более того, наша патология только развивается, в любом случае еще много чего нам придется пережить. И обязательно будут вот эти популистские замашки. Все должны, кто обрабатывает ногти, иметь высшее медицинское образование. То есть вот этой хрени нам еще столько придется вот этого пережить. Говна с вами. Поэтому я понимаю, рано или поздно это станет. И если ты, ну, выпадешь из-за боймы, будет сложно потом противостоять этому всему. Поэтому пока думаю, что один денек буду рвать. Бывает ситуация, когда я уезжаю в какие-то командировки, и бывает, что я работаю в итоге два дня в месяц. Такое тоже бывает. Но все равно я в теме, я смотрю, периодически пройдусь. А директором? А директором? Исполнительным, ну, вот, надеюсь, что передам Катерине, и дальше все-таки будем масштабироваться, потому что, ну, не хочу больше директором работать. То есть специалистом мне нравится, директором пертивка, не люблю ее, много времени жрет. Так, акции для клиентов. После карантина акции, как думаешь, стоит делать? Вы смотрите по ситуациям. То есть если в нашем случае... Я считаю, лично мое мнение им нет. Да, ну, то есть смотрите, то есть если, вот, как я же говорю, если вынуждены повысить цену, то да, у меня будет а-ля спец... Это не акция, будет спецпредложение, что вот тебе, дорогой клиент, потому что я тебя люблю и уважаю, и вот есть месяц у тебя подумать, и у тебя есть, ну, либо платить дальше каждый визит, либо ты сейчас купишь абонемент за столько денег, и тебе будет вот эта плюшка, вот эта ватрушка, и еще тебе вишенка на тортик. Ну, вот так вот. Ну, а про абонементы здесь спрашивают, я поясню, что абонементы, например, вы предлагаете купить 5 процедур там, в итоге со скидкой за 10%, но это не единоразовая скидка, это просто экономия на покупке большого пакета услуг, да, кому это удобно, в принципе, это, ну, как Тайт вам предлагают, не 200 грамм пачечку, а пакет купить там 10 килограмм. Ну, да, но заметьте, Тайт это позиционирует, да, как вот плюшку, то есть у тебя еще лишние граммы, которые... Ну, типа, бесплатно что-то делать. Да, это супер, вот так и делайте, это прекрасно, то есть если вы не знаете, как сделать акцию правильную, да, и идете, вот у нас это называется эпицентр, у вас там, наверное, какие-то другие большие магазины как-то называются, приходишь и смотришь, что поставщики напридумывали, и адаптируешь под себя, там работают маркетологи, куча денег вложено, просто берете и копируете. Просто, Даня, не выдумываете велосипед, да? Сто процентов. Так, какие-то вопросы? Как ты добиваешься, ты говоришь, штрафов нет, как добиваешься ты, собственно говоря, исполнения своих указаний, соблюдения правил, инструкций и тому подобное? Товарищи собрания еженедельные, мы их внедрили год назад, это очень хороший инструмент, приходится общаться, и мне понравилось, мы как-то с Денисом просто там по телефону разговаривали, у меня было там упадническое вообще настроение, потому что реально хотелось одно время просто, ну, процентов 70 коллектива просто нахер послать и сказать, да пошли вы в жопу. Вот, потом, ну, я думаю, блин, ну это ж я аж причина в своей жизни, ну шо это я раскисла? И Денис мне говорит, послушай, говорит, у меня, у нас с администраторами была проблема, слава богу, мы ее закрыли, тьфу-тьфу-тьфу, тот, кто ищет, тот сюда находит. И Денис говорит, послушай, меня если хоть кто-то в моем коллективе, у него закидывается какая-то негативненькая мысля, этот человек точно у меня скоро работать не будет. Я думаю, супер, какой хрен я с ним менянчусь. Ну, то есть на прошлом году у меня была достаточно жесткая текучка, то есть реально там, ну, человек 15 пришло и ушло. Ну и что? Вначале мне было страшно, первый раз, когда я уволила человека, это в 2017-м было до года, я думаю, боже, за волю человека. А он мне сделал там, ну, он так написал клиентов, что мы потеряли 7 тысяч гривен в один день, это в 2017-м. То есть я говорю, что вы уволите, расстрелять надо было. Я, о боже, Катерина, я вас увольняю. Сейчас я... Простите меня, да? Да, сейчас я так, ага, так, вот тут вот, так, тут впадаем в панику, я уже думаю, сейчас карантин закончится, и у меня там еще парочку человек есть на выход. Не исправятся? Нафиг. Более того, товарищи, сейчас настает время владельца. Вот знаете, вот я, когда карантин этот объявили, я еду за рулем, и такая, так мне нравится, если я машина новую купила в прошлом году, в октябре. Еду и кайфую, думаю, супер, наконец-то у нас закончился этот гребаный голод в кадрах, потому что до этого мы просто выли волком, потому что, ну, в Украине вот это творилось, и люди все эффективно уезжали. А теперь, когда безработица, ой, а у меня все равно бизнес будет работать, вот теперь я буду выбирать. У меня, скажу вот так, сегодня тоже мы попрощались с бухгалтером нашим, который внешне ведет учетку, ну, она работает удаленно, ей платят определенные суммы. Я ей говорю, так и так, Валерия, ну, вы понимаете, мы в апреле не работаем, то есть давайте, ну, либо я четвертую неделю оплачу, когда мы с карантина выйдем, у вас как раз отчетность начинается, либо, ну, там, третью часть месяца, когда вот с 20 чисел вы начинаете, ну, активно работать. Она такая говорит, нет, Людмила, я же работаю, я говорю, Валерия, я же не против деньги платить ниоткуда. Я говорю, понимаете, если бы этот карантин был после лета, когда у нас жирок нарастили, окей, а он не в самое лучшее время вообще начался, мы просто не успели. Я говорю, у меня обвалились полностью обучения мартовские, апрельские, ко мне люди, блин, с Татарстана не могут прилететь с Прибалтики, просто все нафиг обвалилось. Я говорю, поймите, это вынужденная мера. Она сказала, нет, я думаю, ну и нахрен тебя, я завтра пойду и с другого бухгалтера найму. Все, до свидания. Да, это, кстати, по поводу, там, аренд, переезжай, бросайте нафиг, будет куча мест свободных, и можно будет выбрать шикарные места по нормальным деньгам, и будет много специалистов. Короче, рай, конец карантина, это будет рай. 100%. Я такое, я, кстати, Дениса, это не исключаю. То есть я понимаю, что, ну, если, допустим, ну, сейчас наш арендодатель, они очень так, ну, они молодцы, они как бы тоже держат марку, потому что тут реально безопасно. Ну, ты был тут у нас, да, тут безопасно, здесь классная охрана, здесь есть парковка, этот вид из окна, море, это просто, ну, вот оно того стоит. Да, но арендодатель – это огромный, мощный монстр, да, с ним тоже шутки плохи. Но они красавчики, они молодцы, то есть они слышат своих клиентов и молодцы. Поэтому будем дальше с ними тоже играться, договариваться. Ну, если нет, ну, значит, переедем. Вообще меня это не пугает. Ну, вот так. Так, тут пишут про закрытую группу для руководителей. Ребята, это мы с Людой вам расскажем чуть-чуть позже. Уже мы знаем, что делать по этому поводу. Уже будет скоро. Денис, это на тебе группа. У меня хватает. Ну, я, да, я уже просто начал такую историю. У меня есть коллеги, которым я помогаю организовывать там систему управления. И, соответственно, если кому-то интересно, пишите как-то, как-то пообщаемся, договоримся. Ну, группу, наверное, какую-то сделаем. Закрытый чат будем так закидывать туда какие-то интересные штуки. Да. Да, именно, ну, вот именно руководители Оля права, потому что это немножко другой уровень мышления. И, ну, вы по-другому многие вещи видите. Это реально интересно. Вот я, допустим, там с моими руководителями бизнеса, с кем мы там в Киеве учились, вот именно админным инструментом, мы тоже общаемся там в своих чатах. Реально куча всяких полезных фишек, которые помогают вот быть сильными. Окей, так. Всем привет, кто только присоединился. Еще, Лиля, может, вот второй час трудим? Слушай, мы тут уже, да, я что-то думал, что народу меньше станет. В втором эфире народу больше стало. Ага, то есть, в восемь надо начинать эфиры. Да, да, да. Так, хорошо, мы начали все. Значит, вопрос какой у меня к тебе еще есть, Люда. Вот сейчас все ринулись. Давай немножко опять вернемся к реалиям и к людям, которые, скажем так, работают на себя как мастера. Все хотят в группу. Шикарная тема, девочки. Сделаем, подождите, чуть-чуть сейчас. Чуть-чуть разгребем историю. Да, я, кстати, только что недавно доделал историю с карточками услуг, где я там все прописал, стандарты качества, проверки качества. Все мастера ходят по вот такими глазами, что, оказывается, теперь их будут все контролировать не просто так, хорошо или плохо, а по конкретным критериям, короче, все интересно. Значит, сейчас все ринулись в онлайн-продажи. Я смотрел, у нас есть один такой категорично настроенный молодой человек, который говорит, только я молодец, все остальные плохие. Вот, он там один из первых, кто начал онлайн-историю, да, и он теперь говорит, типа, вот какие все какашки, меня все обсирали, что я начал онлайн-продавать, а теперь все ринулись в онлайн-продажи, да. Вот сейчас все ринулись в онлайн-продажи. Как ты считаешь, вообще стоит вот сейчас идти в эту историю с обучением онлайн как-то вот? Чему учиться, если стоит, и стоит ли? Ребята, однозначно онлайн моя любимая тема. Вы знаете, да, проект «Подология СНГ», онлайн-образование, то есть в 2014-м, когда эта группа создалась, а в 2015-м начались первые наши вебинары, конференции и так далее. То есть это реально был прорыв, и это было очень комфортно, потому что в Украину все боялись приехать, потому что мы злые украинцы, и мы кушаем русских. Как вы видите, вот Дениса по сей день кушает. И онлайн, ну, просто дал нам возможность нормально общаться, забить на этих всех политиков-дебилов, и действительно делать добрые дела. Вот. Онлайн нужен. Учиться в онлайне надо, потому что, вот, например, я там, вот сейчас у нас обучение, да, с Соломоновым проходит четвертый поток. Вот, кстати, давай чуть-чуть уже спрашивают несколько человек, чуть подробнее. Здесь вопрос, стоит ли это делать, или может просто написать тебе отдельно, чтобы вот уточнить. Коллеги, давайте, кстати, не забирать прям время, потому что мы не для этого собрались. Под моим аватаром, Людмила Карпенко-Одесса, есть ссылка, прям на вот этот курс. Более того, мы его в карантине, обычно мы всегда повышаем цену, пока еще не повышали. Мы же понимаем, что всеобщая жопа, и как бы надо, ну, надо быть человечными. Курс того стоит, Денис его проходил, и многие из вас в эфире, кто были на первых потоках, он не простой, но он того стоит. То есть вы реально начинаете вообще понимать, с чем мы работаем, вы начинаете понимать, а что же такое этот иммунитет, и как этот вирус работает, и почему нам... Вы узнаете, что такое медиаторы. Медиаторы, точно. Сто процентов. Классное слово. Вот. Поэтому под моим аватаром ссылочку, проходите, посмотрите. Вернусь к онлайну. То есть, смотрите, я в 2011... Лена, привет. Продолжай. В 2011, когда поняла, что вот мне хочется такое вот, ну, как-то делиться с людьми своими знаниями, и чтобы, ну, это было вот прям доступно и многим. И когда первые наши, кстати, были тоже вебинары бесплатные, там с теми же врачами мы привлекали и так далее. Это же круто. То есть, насколько поменялось у людей сознание в плане дезинфекции, стерилизации. Наконец-то мы разобрались, с чем автоклав N отличается от класса B. Потом у нас куча было всяких страхов. И по сей день читаю, крафт-пакеты надо класть не бумагой вниз, а надо вот так вот. Ну, я, блин, а думаю, нифига себе, где они этого начитались? Захожу на какой-то там сайтик, и там какая-то статейка вот такого у стоматологов. Я думаю, блин, ну пипец. Задаю, естественно, вопрос эпидемиологу, вопрос Росподринодзора. Я говорю, слушайте, ну что это за фигня вообще? Он такой, ой, еще надо компас поставить там в этот автоклав. И крестом положить эти индикаторы. Индикаторы вот отсюда. Ну, то есть, это капец. Поэтому онлайн нужен. Он много шлака, однозначно. Но вот такие вот общения, когда, почему я говорю, важно ваше окружение, с кем вы общаетесь. Не смотреть там, о, бабочку такую, на ногтики написали такую. Я просто эти бабочки, ну, пролистываю, простите, коллеги, не лайкаю ваши бабочки. Когда у вас крутой ноготь, вы выровняли, там явно был вот такой, а вы сделали человека из него. Вот это круто. Я понимаю, сколько мы впахивали с клиентом. Это действительно стоит, ну, это достойно уважения. Или когда действительно там Денис какие-то фишки дает по инструменту и объясняет, да, там, вот, допустим, по аппаратам у нас в свое время было нас просто поставщик, ну, немножко банул. Сказал, что у нас бесщеточный и в ручке мотора бесщеточный мотор и с пылесосом и так далее. Я думаю, ну, если он так заявляет, ну, он же знает, что он делает, да? А потом мне Денис говорит, Люда, нас отверлили. Не то, не то. И действительно, мы начали разбираться, да, в ручке мотора нет, а в пылесосе там, блин, щёточный и ты, бляха-муха, каждые полгода попадаешь на 100 долларов на замену эту. Ё-моё, ну, что за хрень? Понимаете? То есть, ну, я не люблю так тратить свои деньги. Вот, поэтому, ребята, подписывайтесь в онлайне, учитесь, это полезно, нужно, но только, ну, делите, да, вот, как там пословица такая, когда мы от плевел очищаем, слово забыла первое. Зёрна. Зёрна, точно. Оно. Нет, нет, Яся, это не С-40, это бодотроник В-40 был, с ним такая была история. Да, да. А С-40, он бесщёточный, да. Да, к сожалению. И вот одна буковка, да, поменяли, и вот когда Денис своим инженерно-техническим мозгом туда залез, и мне это разнесло, я думаю, боже, спасибо, что ты мне это рассказал, и теперь я уже умная, да, и теперь, когда мне поставщики приходят, Людмила, мы хотим с вами посотрудничать, а давайте вот аппаратик, то я их засношала уже вопросами, и чётко я знаю, что спросить, и где они мне врут, и это всё, и это благодаря вот общению с нормальными людьми, и профессионалами. Поэтому онлайн нужен, только шлак убирайте нафиг, он жрёт ваше время. Да, по поводу аппаратов, по поводу инструментов буду продолжать рассказывать, в силу того, что я мальчик, и у меня техническое образование, кое-что в этом понимаю, надеюсь, буду полезен. Так что следите. Так, друзья, что мы имеем ещё? Мы уже общаемся, потрачу сайт при запланированных сорока минутах, и людей всё больше. Где вы там берётесь, чего вы не спите, ребята? Коллеги, у меня к вам просьба, вот смотрите там, ну в любом случае, мы сейчас Денис там цитаты этого эфира записал, первого часа, и сделаем... И эфир, кстати, кто просил, я сохранил, он есть в историях, будет ещё сутки, ну и я постараюсь его сохранить, и как историю, и ровно через пять лет я покажу, как мы выбирались из той задницы, когда будет следующее. Это процентов. Вот, поэтому обязательно репостну Дениса цитаты, и просьба к вам, вы под этими постами тоже пишите вопросы, что вам дальше интересно, потому что, ну, пока мы начали вот этот флешмоб, это Дениса идея, за что я ему очень благодарна, потому что упадническое настроение у всех, особенно первую неделю украинцев уже в третью неделю карантина, да, у россиян ещё тяжко, я вас прекрасно понимаю, поверьте, ко всему привыкаешь. Мы даже, к сожалению, привыкли к войне, которая у нас продолжается на Востоке, это грустно, но это факт, ты привыкаешь ко всему. И сейчас, когда ко мне приходят военные с воспалёнными пальцами, в карантине, внимание, в карантине они приходят, и я им не отказываю, я переодеваюсь и принимаю их, и когда мы сидим ржом, я говорю, ну вы понимаете, если сейчас этот проверяющий зайдёт, то я буду ваш палец в нос так, вы меня заставили сюда прийти. Они смеются и говорят, ну Людмила, вы же понимаете, если сейчас массово начнёт народ умирать, то кто будет таскать эти трупы и в холодильнике, в морге, мы, военные. Я говорю, правильно, пальцы у вас должны быть здоровые, вам надо бегать. Вот такой циничная, жестокая жизнь, ребята, но она очень интересная, мне столько классного всего. Так, тогда ещё один момент. Пока мы не разошлись, у нас, во-первых, здесь сейчас присутствует в чате человек, с которым мы будем следующий делать эфир под именем Пищенко, а настоящее имя Лена Порубова, Москва. Мы узнаем, что там в Москве, нет ли там уже трупов, нет ли там керматория, которые живут, потому что нам рассказывают об этом. Поэтому 5-го числа в 19-е, ребята, мы тоже встречаемся с той же самой темой и с тем же самым позитивом. А 8-го числа мы встречаемся с Олей Сошниковой, это Воронеж, тоже уважаемый человек в России. Так, это небольшой прогноз. Потом у нас дальше будет Белоруссия, Казахстан и Киргизия ещё, наверное. А там ещё Норвегия у нас. То есть мы сейчас начнём собирать информацию со всего мира. Простараюсь найти Голландию и Италию. Общаюсь, пока не хотят рассказывать, честно говоря, что-то отказываются. Наверное, там очень глубокая самоизоляция. Наверное. Коллеги, был вопрос, так что вы работаете? Нет, мы не работаем. Конкретно я сложные случаи. Вот, допустим, у меня мальчик-подросток есть, который с воспалением периодически, со сломанной рукой. Ну, можете себе представить. И у мамы там маленький ребёнок, муж в рейсе. Ну, вот что с ним делать? Ну, вот как? Сказать, нет, я на карантине, идите там со своим пальцем, пусть у вас грануляция там нарастёт так, что потом только хирург вас спасёт. Ну, то есть, ну, вот приходится, да, иногда ты нарушаешь какие-то правила. И я чётко знаю, почему. И если ко мне, не дай бог, придёт какой-то проверяющий, я к этому готова. Так, расписание эфиров. Ребята, завтра я его выложу. Во-первых, ближайшие эфиры есть в последнем посте в этой группе, да, ближайшие, которые уже обговорены. Там остальные я выложу дальше, потому что до 30 апреля у нас ещё очень много времени, мы наобщаемся и тут соберём целую тусовку, да, интересных людей. Так что, да, однозначно, пожалуйста, комментийте публикацию Дениса, пишите, что вам интересно, чтобы последующие коллеги мои смогли ответить на ваши вопросы, эти эфиры действительно вам принесли пользу и вы там не впадали в депрессуху. Ребята, это жизнь, это нормально. Шикарно. Так, ещё у нас Абхазия и Чехия сами тут предложились, поэтому я думаю, что тоже будет интересно. Так. 100%. Наталья Сеферова, которая Netty Nails, она молодец, она круто умеет доносить информацию, у неё есть опыт, однозначно, тоже будет очень полезно, потому что она уже, она такое выдержала, вот она точно монстр в кризисе, в кризис выживания. Так, из Казахстана я договорился с Акилтаевой Дариной, так что, если интересно, тоже послушайте, прям она тоже крутая девчонка. Так, мы нужны, всё круто, все, ну, прям шикарный у нас получился эфир. Так, ещё, если позволишь, вопрос такой у меня есть. Начинают люди перерастать, мастера и начинают набирать себе других мастеров. Да, и история с тем, что мастера начинают качать права, да, что мне не нравится этот инструмент, давайте другой купим, мне не нравится там кресло, давайте удобное купим, мне там, а давайте, или, или тут не то, что не нравится, а наоборот, какая-то инициатива, а давайте мы как вот купим какую-нибудь там супер штуку для разгрузок, чтобы там вот какую-то штуку делать, а пользуетесь вы ею один раз в месяц, да, ну, либо сильно инициативные, либо сильно качают права, как ты вот обходишься с такого рода мастерами, с такого рода ситуациями? Я всегда в этом случае, вот для чего надо планирование, да, то, с чего мы начинали, и почему мне нравится, да, всё-таки работать владельцем. Пока мне приходится всё-таки совмещать шляпы и ещё исполнительным быть на собраниях, я всегда, я всегда говорю, ребята, вы вот прям все свои идеи вы должны озвучивать обязательно вот на собрании, для этого мы собираемся. И у нас есть такой документ, такая форма, называется ЗРС, законченная работа с сотрудником. Это если вот мы что-то купили, то он обязан потом обязательно это вот написать, прям все сотрудники обязаны написать, как это нас приблизило к нашим планам, потому что у нас сотрудники, специалисты должны в месяц давать валы, не менее 250 тысяч в месяц только услуги, да, а продажи опыта у нас тоже есть сумма, а продажи обучения у нас тоже есть сумма. Как этот инструмент приблизит нас к нашей идеальной картине? Всегда вопрос. Когда вот такие, вот говорят, так, нам надо, вот буквально недавно мне девочки говорят, у нас там типа прямо голые, они так и сказали, голые фрезы, игольчатые, которые с синусами подготавливаем, там, первый этап, да, когда со стопой работаешь, я говорю, например, сколько вы их посчитали, ну, я там увидела, там, я говорю, нет, давайте конкретику, давайте вот конкретно, сколько дальше у вас есть формуляр, у вас есть коммуникационный центр, вы туда заходите, давайте я вам сейчас покажу, ребята, сейчас мы, для чего нужна группа руководителей. Пошли в разнос, называется. Да, вы сейчас увидите то, что святая святых, давайте я вам сейчас чуть-чуть разверну, смотрите, есть вот такой вот коммуникационный центр, да, видите, там обозначены специалисты, и у нас есть бланки, вот есть, видите, там, ЗРСки и так далее, и что мы делаем? Человек, если что-то он там запрашивает, и что-то он там сильно просит, есть еще вот такая штука, называется Орг-Схема Центра подлоги Людмила Корпенко, и у нас есть отделение, каждое отделение за что-то отвечает, у этих отделений есть бюджеты, смотрите, вот такая, это немножко устаревший документ, но тем не менее, чтобы вы понимали, видно, видно, на каждое отделение есть четкое планирование, например, да, вот у меня административное отделение, это мое, да, вот у меня, допустим, перечисление, есть такое понятие, как резервный фонд, то есть 5% от валовой прибыли мы всегда должны закидывать в конвертик на случай жопа карантина, нам надо иметь деньги, оплачивать налоги и так далее, и вот, допустим, ну, повторюсь, это старые сведения, да, и вот там в упаднические месяцы у нас тут небольшие суммы были, и, соответственно, январь, сами видите, вообще нелетный месяц, и, соответственно, у нас есть какие-то дефициты денег, да, по отделениям, однозначно, чего-то там не хватает, и когда такой человек, который вот он, да, Денис, для чего собрания нужны, когда он говорит, а я хочу вот эти фрезы, вот это кресло или еще что, это уже кресло, 4 года на нем работаем, давай поменяем, и человек просто, он никогда в жизни денег этих в руках не держался, и он такой ляпает, если он зарабатывал, то он 500 раз подумает, что такое сказать, но он полностью дискредитирует нашу власть, да, собственника, либо исполнительного директора, и он начинает подначивать такими тупыми своими ляпами, он коллектив начинает портить, да, и среду, чтобы, опять же, не послать его жестко, а я могу наступаться, да, и не обестоинить его сразу напрочь, и чтобы он не обиделся, я беру себя в руки и говорю, обязательно на собрании ты подготовься, озвучь это, он озвучивает, такой молодец, потом у меня сидит финансовое третье отделение на оргсхеме, и я говорю, финансовый руководитель, РО-3, да, руководитель отделения третьего, он у нас на оргсхеме, я говорю, что мы там заработали за неделю, дефицит есть по отделениям? Да, сколько дефицит? Столько тысяч? Ребята, сори, работайте лучше, значит, кресло мы будем покупать не в этот раз, а в следующий, когда вы заработаете, да, давайте еще вам такую штучку покажу, вот, допустим, то, что я вам говорила, стратегический план развития, да, это так, для ознакомления, и вот вы сейчас увидите, сколько у нас, видите, планы, что кто должен продавать, идеальная картина, и когда мне начинают мучать мозг, я говорю, ребята, как это кресло приблизит нас к идеальной картине, давайте, на собрании расскажите, но если ты такой умный там где-то в кулуарах, и ты мою власть подрываешь, давай здесь, назвался Груздин, полезай в кузов, вот так, надеюсь, полезно. Да, именно так сейчас в Одессе начали перефразировать фразу отвечать за базар. Сто процентов, сто процентов. Поэтому, коллеги, в общем, у нас с вами те, кто из вас растет во владельце, у нас есть чем с вами поделиться с Денисом, то есть, поверьте, владельцам быть очень сложно, вы постоянно в напряжении, и такой натиск у вас, что у вас просто, ну реально, чтобы заснуть, приходится пить вино, но поверьте, это такой кайф, он-то вас стоит. Поэтому, рекомендую вам расти, развиваться, масштабироваться, это интересно, профессия у нас классная, повторюсь, созидает, мне очень нравится, есть куда расти. Делайте. Так, ребята, ну, час сорок, у меня вопросы кончились, у меня вопросы кончились, я не ожидал, у нас еще народу прибавилось, сюда мы очень энергетически, видимо, позитивно общаемся, так что народ прибавляется, это самое главное, поэтому сейчас давайте я быстренько подведу итоги, чтобы мы как-то сориентировались, если будут вопросы, еще пообщаемся, не будет вопросов, будем заканчивать. Значит, итоги общения сегодня с Людмилой Картенко, Одесса, Украина. Первое, Украина в глубокой самоизоляции. Да, третья неделя. Уже три недели, да. Второе, значит, что я успел записать, значит, ребята, обязательно, чем вам нужно сейчас заняться, это написать инструкции для своих мастеров или для себя. Если вы до сих пор работаете по наитию, работаете по привычке, работаете по еще какой-то непонятной технологии, но она у вас не написана на бумажке, она у вас не прописана четко, она у вас не привязана к каким-то стандартам качества, более того, продвинутая история такая, она у вас не обозначена с точки зрения инструмента, который нужен при той или иной операции, то вам однозначно будет чем заняться и вам обязательно нужно это сделать, прописать эти самые инструкции. На мой взгляд, надо писать инструкции даже по тому, как открывать дверь клиентам. 100%. 100%. То есть, максимально дотошно по всем процессам, да. Мы не будем говорить про бизнес-процессы, про цепочки, связи, регламенты, это уже сложнее. Начать хотя бы с инструкцией. Второе. Планы мечты, коллеги, планы мечты, нам крайне важно сейчас переключаться из времени, нам ребята эзотерики 3000 лет впаривают, что надо быть здесь и сейчас, а мы им сейчас говорим, идите задницу, надо после карантина быть. Вот, ребята, надо быть после карантина, причем далеко после карантина, на год, на два, на пять, на десять лет. я, например, собираюсь жить 120 лет, я себе даже написал дату своей смерти через 120 лет, я точно ее знаю, вот, так что, и эти планы можно строить, но, как минимум, планы по работе и планы по реализации себя, да, в этой работе, у вас должны быть, опять же, написаны, а не в бумажке, не в голове. Дальше, контент-план, коллеги, что такое контент-план? Это то, о чем вы будете говорить со своими клиентами, то, что вы будете продавать, то, о чем вы будете рассказывать в новой эре нашего с вами мира, в новой эпохе, да, мир никогда не будет иным, было до и после, ну, короче, все вот это вот, мы еще долго будем слушать по радио, телевизору. Значит, контент-план, о чем говорить? О чем говорить? История, на мой взгляд, с выпиленными ноготочками анихолизис или с вырезанными стержневыми мозольками на пятом пальце на латеральной стороне уже немножко устаревает. Ребята, надо немножко обновлять контент, надо чуть интереснее уже быть, по-моему, потому что стержневые мозольки на пятом пальце на латеральной стороне уже вырезают любой, да, любой мастер-педикюра. Так, дальше, оптимизация расходов. А для того, чтобы их оптимизировать, их сначала нужно вообще посчитать. Ключи собрать. Да, начните, как минимум, на бумажечке, как мне, я проходил тренинг, и там товарищ рассказывал, как начать финансовый учет. Да, финансовый учет начинается с, он говорит, возьмите листок бумаги, нарезуйте на нем квадратик, один большой, красный, и туда, завтра, напишите, сколько у вас было денег за вчера. Да, и так каждый день пишите. Через пять дней у вас возникнет вопрос, а сколько из этих денег я вообще заработал, это вообще, сколько из них мои, а сколько из них не мои, да, на сколько из них я отдал на зарплату, сколько из них я отдал за колпачки. И так потихонечку у вас появится целая система учета, где вы будете понимать, где, куда вы тратите, куда вы будете тратить, где вы зарабатываете, и сколько вы зарабатываете. И сколько надо зарабатывать. Как это не странно, но многие далеко, неправильно, недалеко, а давно не могут понять, что они работают в минус. Соответственно, это очень интересная история, когда вы точно поймете, сколько вы зарабатываете. Если вы зарабатываете меньше 15-10%, то стоит сильно задумываться, а надо ли оно вообще. Так, и, соответственно, я не записал название книжки, но записал Дэн Кеннеди, что-то там по продажам, ребят. Жесткий тайм-менеджмент, не продажа. А, там тайм-менеджмент, да. То есть это вот как быть эффективным и все успевать. Так, теперь, значит, сохраните. Обязательно сохраним, первую часть уже сохранили, это тоже суперпозитивно, спасибо. Так, поздно включил. Те, кто поздно включил, можно будет пересмотреть. Там первая часть крайне позитивна, ребята, да. Дальше пошли цифры. Да, да. Значит, самый классный чат. Ребят, еще раз напоминаю, основная история всех этих эфиров для того, чтобы немножко вас переключить от медиаторов-требоги, которые распространяются со всех утюгов и телевизоров и радиоэфиров, да, к медиаторам спокойствия, к медиаторам адекватности и к медиаторам уверенности в том, что карантин пройдет и все будет круто. А круто будет, особенно у тех, кто в карантин этот не замерзнет и начнет двигаться и что-то делать дальше. Так, отпустите Люду домой. Да, там ее муж уже заждался. Медобразование. Люда, вот, давай еще все-таки ответим. Что ты думаешь по поводу медобразования? Оно надо, не надо, какое, чего? Коллеги, оно должно быть, оно надо, оно должно быть специализировано. Вот эта вот фигня, которая, ну вот честно, вот, ну вот, окей, давайте пример. Есть такая наша коллега Марина Низамова из Татарстана, которая давно к нам собиралась, наконец-то собралась, идет карантин. Вот она закончила колледж медицинский. Четыре года человек потратил, четыре. Я говорю, как, Марина? Она говорит, пипец, она очень сознательная, она ответственная, этот человек видит причинно-следственные связи, это вот более чем. То есть такие люди нужны обществу работать, а не тратить вот время своими. Она говорит, это жесть. Мало того, что они жутко неорганизованы, они не ценят время и так далее. Она говорит, я там, ну, блин, клизму ставить и так далее. Медобразование надо, но оно очень специализировано должно быть. Конкретно нам помогать. Вот опять же, когда это медобразование, вот эти все популисты, которые там машут шашками и говорят, о боже, я уже в мединституте, я уже вот такая медсестра, а Карпенко не имеет медобразования. Не имею и не собираюсь пока, потому что я не вижу его нормального. И вот когда это медобразование, которое наконец-то создастся в нашей профессии, и оно будет отвечать на вопрос, как это медобразование спасет ноги этому клиенту, вот этому ребенку, вот тому дедушке, вот этой бабушке. Вот когда оно ответит на эти вопросы, тогда Ава Цезарь, мы идем учиться. И я пойду там первой, даже если мне будет 60 лет, я еще буду работать. Я ради интереса пойду поучусь и буду экстрементировать. Подожди, 50 закончишь, какой 60? Нет, я говорю, если это образование у нас появится, когда мне будет 60, ну фиг с ним, я поучусь. Но я надеюсь, что оно и раньше появится, я хочу этого, я с удовольствием буду в этом участвовать и лоббировать нормальные медобразования, а не эти популистические замашки, которые просто мне бесят. Прямо я становлюсь злым скорпионом, когда я это слушаю. Да, вот, надеюсь, ответил. Да-да-да, ну как бы посмотрим с этими образованиями, все непонятно. Так, ребята, все, по-моему, кайфанули, все, по-моему, зарядились бодрячком, все зарядились медиаторами уверенности и спокойствия. Я предлагаю, честно говоря, заканчивать, потому что, ну, уже долго, давно, и уже, по-моему, все мы обсудили, и всем уже надоели. Ну вот, поэтому искренне благодарен всем, кто сегодня был с нами, задавал вопросы. Значит, история с Абхазией и с Чехией, я обязательно свяжусь с вами. История с закрытой группой для руководителей. Ребята, чуть попозже все сделаем, все будет круто. К сожалению, или к счастью, такого вообще нигде ничего нет, и, соответственно, мы будем, скорее всего, первые и, наверное, долгое время единственные. Таким. Вот. Поэтому отдельная благодарность месту, земле под названием Одесса за то, что она произвела, производит вообще красивых женщин, а именно Людмилу Карпенко, и за то, что Люда сегодня с нами была и зарядила нас шикарно, по-моему, позитивом и энергией, и рассказала, что делать, во-первых, да, и, в принципе, показала, какие планы. А, во-вторых, показала, что, в общем, она сама это уже достаточно много сделала, и, соответственно, все это работает, все это приносит результат, и все это дает возможности для роста и дальнейшего масштабирования себя и своей деятельности. Однозначно, коллеги. Комментики, пост Дениса, который он создаст. Да, пост по поводу дальнейших эфиров я сделаю завтра, и, соответственно, каждый новый спикер будет представлен в сториз, можно будет задавать ему вопросы. Следующий сториз у нас Лена Порубова, Москва, она же Пищенко, в 5-го в 19.00. Люда, целовашки-обневашки, Одессе, привет. Седьмой станции фонтана, на которой я жил, привет. Окей, передам. Ребята, всем спасибо. Все, до связи, до новых встреч, коллеги. Все в Инстаграме есть. Признательно вам, что вечер провели с нами. Денису еще раз огромное спасибо за эту шикарную идею. Надеюсь, вот такими вот общениями мы друг друга зарядим и вырулим. И вот из такого пике мы так оп и полетели. Все, до новых встреч. Пока-пока. Так. Ну, собственно говоря, ребята, Люда с нами попрощалась. Я с вами тоже прощаюсь. Меня зовут Денис Горбань. Я отвечаю из Курска. Серия эфиров, это называется «Карантин пройдет». Я поставил себе задачу собрать интересных мастеров, собрать интересных лидеров мнения для того, чтобы поделиться с вами наработками, позитивом, настроением и планами на будущее. Надеюсь, это было интересно. Всего хорошего. И до встречи 5 числа в Ти-19.00. Ти-19.00.